МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Галина Алексеевна Горбатых. Здравствуй, Галя. Во-первых, давай начнем с того, что ты замечательно выглядишь. Вот такая нагрузка. Ты еще в придачу к тому, что я уже перечислил, ты еще и член наблюдательных советов очень многих организаций, министерств, ведомств. Как умудряешься успевать справляться со всеми? Ну, 24 часа в сутки – это маловато. Хочется побольше. А спать-то вообще надо? Нет, ну, 8 часов – это однозначно. То есть это четкое правило просто-напросто. Ну, а остальное – это все работа. Как часто ты в Москве бываешь на заседаниях общественной палати, принимаешь участие в работе общественной палаты? Кстати говоря, я не бываю там не часто. Там немножко проблемы финансовые оказались. Поэтому я была только на пленарном заседании. И один раз ездила на заседание, на нулевые чтения закона об НКО, который проходил в общественной палате, в комиссии которой я вхожу. Вот. И один раз я ездила еще одно, то есть, как бы, мое членство. Я стала членом комиссии по присуждению государственной премии в области благотворительности и правозащитной деятельности в 2017 году при президенте Российской Федерации. А есть такая уже премия, да? Я так думал, что только в области каких-то наук, культуры. Она была в прошлом году первый раз такая премия, да. Вот объявлено уже в этом году, то есть, прием заявок на эту премию с 1 сентября по 10 октября. От Республики Бурятия у нас тоже есть кандидатуры, которые мы будем подавать. То есть, это любой желающий, то есть, как бы, может подать на эту премию, никто никого не ограничивает. И хочется отметить, что в прошлом году две награды в области правозащитной деятельности была присуждена Елизавета Глинка, доктор Лиза, всем известная. И вторая премия – это Алексей Ткаченко, он на сегодняшний день член Общественной палаты Российской Федерации. Он возглавляет детские хосписы, организатор детских хосписов, вот, сети, так скажем. Поэтому, ну, я считаю, что это очень достойные люди. Да, более чем достойные люди, да, согласен. Ты еще и лучший представитель некоммерческих организаций вот 2017 года. Расскажи, пожалуйста, как эта премия вручалась, проходила, насколько я знаю, ярмарка некоммерческих организаций. Что это за мероприятие такое, кто в нем принимал участие, кто его организовывал, и как все это вообще прошло? Ну, такой формат давно, как бы, известен, да, он проводится не в первый раз. В прошлые годы занимался клуб-фирм у нас, занимался организацией таких ярмарок. И там представители НКО выставлялись, и они показывали именно свою деятельность. Ну, на что она нацелена, эта ярмарка? Конечно, это чтобы представить свою деятельность, как отчитаться, показать, найти партнеров новых, найти какую-то поддержку. Всегда мы мечтали, чтобы в этих ярмарках, конечно, участвовали меценаты. Для того, чтобы именно продать свою, наверное, такую социальную услугу, которая нужна. И иногда меценаты, ну, тратят, по моему мнению, не на совсем те вещи, которые решают проблемы. Какие-то разовые, да, адресные, ну, там, раздача памперсов, допустим. Ну, раздали. Ну, не решает она проблему, по большому счету. А в твоем понимании, как? А в моем понимании, это, действительно, это, наверное, какая-то структура, которая помогает, допустим, организовать какой-то центр, да, центр поддержки, допустим, людей с онкобальных, те же самые, да, или хоспис, который, вот мы говорим, да, где люди будут постоянно, то есть на постоянной основе, вот, эту поддержку получать. Это, ну, допустим, по нашей организации мы собирали финансовые средства на обучение, подготовку 20 специалистов для центров ранней помощи. И благодаря вот этой программе, которую, спасибо огромное, конечно, всем нашим жителям, которые участвовали в этой программе, нам удалось открыть пять, вместе с Министерством здравоохранения, пять центров по Республике Бурятия. Ранней помощи это что? Радиопомощь. Радиопомощь это оказание помощи семье, где имеются дети с особенностями. И она действительно нужна, потому что, когда рождается такой ребенок, здесь просто мама и родители, они не в состоянии помочь этому ребенку, потому что для них это шок. Да, в первые несколько месяцев, наверное. Да, и поэтому здесь должна быть такая общая программа, которая оказывает не только помощь ребенку, а именно семье поддержку. Обучение, как правильно заниматься с ребенком, как общаться, потому что дети порой не говорят, а коммуникацию нужно настраивать, и тогда, может быть, использовать альтернативные способы коммуникации. Там очень, на самом деле, очень много методов. И есть очень много опыта, да, вот финский опыт, программа, которая поддержки, да, то есть вот мы пытались его здесь внедрить. Она основана на том, что среди соседей, друзей, среди соцработников находятся те люди, которые постоянно помогают, как волонтеры, помогают той семье, которая нуждается. Да, да, а порой это элементарно, знаете, вот, ну, может быть, даже прийти, даже чай попить. Может быть, потому что это общение, да, потому что когда ты один со своей бедой, это сложно, да, а когда ты видишь эту поддержку, плюс, конечно, когда мама не всегда может своим ребенком какие-то вещи делать, да, потому что она мама, у нее сердце болит или еще что-то, да. Взгляд со стороны, когда может кто-то сказать, да, что нужно как-то вот, ну, то есть неправильно вы сидите, неправильно ложку там держат или еще что-то. Ну, то есть там разные моменты, и вот такая программа финская, она очень хорошая. И я считаю, что если продвигать вот такие программы, поддерживать, да, это немножко по-другому, да, это не разовая помощь, это действительно на перспективу, да, и, ну, таких программ на самом деле очень много. Ну, у нас, я надеюсь, что есть такие понимающие бизнесмены, которые вот понимают, что это в будущем это отдача не материальная, а какая-то более такая высокая, да, духовная, моральная в первую очередь. Ну, вы знаете, вообще мы все строим общество, мы граждане этого общества, и от нас самих зависит, да, на какое оно общество будет. Вот, я хоть как бы кто-то говорил там в власти или еще кто-то, да, мы сами, если мы сами будем друг к другу относиться, если мы не будем мусорить на улице, если мы будем убирать с собой мусор, да, если мы будем друг к другу относиться более вежливо, ну, беспокоиться, да, там, о здоровье друг друга, да, я думаю, что мы сами можем построить это общество, которое действительно комфортно и удобно для нас. — Галь, ты получила премию, я не спрашиваю, в каком размере, но я так понимаю, что ты ее потратишь-то не на себя, любимую, да? — Это совершенно верно. Я не скрываю, это 100 тысяч, это действительно очень большая премия. — Конечно. — И я уже объявила, когда мне вручали эту премию на этой ярмарке, что она будет потрачена на строительство пандуса к Сухчендугану и Валдинского дацана, который ведется сейчас, это наша организация, мы развиваем инклюзивный туризм, мы пытаемся все-таки уровень, чтобы привлечь, так скажем, да, людей к нашей республике Бурятия побольше, чтобы они приезжали, действительно, увидели, насколько у нас интересно, насколько у нас своеобразно, да, сколько традиций, сколько обычай, вот, и один из центров, ну, центр буддийской веры, это понятно, да, который привлекает. — Естественно, мы вот сколько лет занимаемся, к нам приезжают партнеры, мы постоянно возим их до сана, а партнеры наши зачастую это люди, которые имеют ограничения, те или иные, и всегда это сложно, да, то есть, как бы попасть, потому что высокое крыльцо, высокие пороги. — И вот созрела такая мысль, ну, помимо, то есть, как бы, вот, Закчендуган у нас несколько объектов, это пляж доступный, который мы открыли в Вайкальской гавани в этом году, мы сделали настил, ведущий к воде, и закупили коляску для плавания. Ну, я так думаю, что это только начало, потому что мы пытаемся вот как раз это все расширять. Сейчас новый проект мы написали на президентский грант, будем надеяться, что его поддержим. — Какой? — Ну, вот как раз на дальнейшее развитие вот этого проекта, то есть, дополнительно. — От отдыха ты имеешь в виду, да? — И не только отдыха, мы хотим создать инклюзивный тур, то есть, потому что, ну, один отдых, это не всегда интересно. Мы, когда вот, ну, я просто уже из практики знаю, да, когда к нам приезжают люди-гости, мы их везем куда-то, да, Циан, в этнографический музей, в национальный музей, везем на Байкал. Это как бы вот такой, ну, как бы для всех. — Ну, да, ну, ты семейских еще забыла, обычно еще и семейские. — Да, 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 еще и семейские, кстати говоря, я тоже семейская, нужно начинать с того. — Вот, вот. — Да, вот, ну, это, видимо, дополнительный этап, который... — Да, мне надо его обязательно включить в этот круг. — Да-да-да, вот, и, конечно, хочется создать именно, чтобы по полной программе не просто приехать на Байкал и насладиться. Здесь включаются и гостиницы, да, которые принимают, здесь включается и транспорт, который тоже организует, да, приемы и доставку. Ну, то есть здесь это вообще как бы комплекс таких мероприятий, и вот мы пытаемся такой создать тур на сегодняшний день, да, чтобы люди приехали и действительно смогли ознакомиться вот с той культурой. — Не только для россиян, но, я так думаю, что он такой международный должен быть, да, и тут тогда и вопросы подготовки переводчиков, экскурсоводов, гидов. — Совершенно верно. — То есть тут комплекс-то очень большой, задача-то, ну, просто шикарная. — Ну, мы пока начинаем с доступности, потому что доступность, и вот как раз у нас сейчас идет строительство и пандуса, просто мы его спланировали в рамках проекта, а у нас было там заложено всего 100 тысяч, но 100 тысяч – это вообще ничего абсолютно. Мы уже потратили, мы только закупили металл на 177 тысяч, то есть понятно, что мы вышли за рамки бюджета, нам пришлось обратиться к сенатору нашему Татьяну Евгеньевну, Матадову. — Да, она оказала помощь, она обратилась к нашим крупным организациям на сегодняшний день, нас поддержали, это «Вегас М», нас поддержала «Титан», нас поддержал «Смит», вот четыре компании, то есть как бы такие крупные меценаты, и это всегда здорово, потому что вот в данном случае я считаю, что это не разовая помощь, потому что вот это положение очень хорошее. — Конечно, это на века, если вы сделали из хорошего металла хорошее, что с ним случится-то? Будет стоять? — Да. — Самое главное, что это будет удобно, если даже говорить про туристов иностранных, по статистике в основном у нас именно туристы, люди пожилого возраста, они в большинстве случаев как раз являются маломобильными гражданами, и они нуждаются в этих условиях доступности, комфорта, так скажем. И поэтому, конечно, я так думаю, что это будет просто служить дополнительным еще плюсом, то есть для того, чтобы комфортно насладиться вот нашими достопримечателями. — Тем более в свете того, что новое руководство республики, да, уже давно, как только вот Алексей Цезернов пришел, приехал в нашу республику, он сразу же объявил, что туризм — это будет одно из приоритетных направлений развития экономики республики, поэтому тут вообще все. — Нет, ну нас поддерживает, нас поддерживает и правительство, то есть как бы, потому что, более того, я хочу сказать, что Сукчин Дугана — это главный соборный храм, он является объектом культурного наследия, и прошло все пройти кучу согласований массу, то есть потому что не просто так построить пандус, прийти, да, то есть там нужно было и разработать проект, кстати говоря, забыла совершенно. Нам бесплатно подготовила на проектную документацию проект «Байкал» архитектурную студию Брислава Борисовича, он, кстати говоря, член попечительского совета нашей организации, и также оказал нам еще помощь, совсем не забыла, это Покатский Владимир Семенович, ой, Вячеслав Семенович. — Вот кто помощь оказывается, не забывайте. — Да, 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 да. — Таких людей нужно было говорить о них и славить. — Совершенно верно, потому что люди должны знать, что действительно люди оказывают, они порой делают это бескорыстно, то есть они не просят, чтобы где-то их объявляли, где-то там их полезли. — Ну, зачастую так оно и бывает, да. — Ну, с одной стороны, должны правильно, а правильно, с другой стороны, когда получатель, да, вот этой помощи, он действительно, он должен говорить о том, что эти люди такое делают. — Галь, вот как ты сейчас рассказала даже об Волгинском Датсане, как дела обстоят в городе, вот по созданию комфортной среды, о том, что столько копий было сломано, и мы ездили, снимали там, где невозможно там маломобильному человеку дорогу перейти, переехать, там, еще что-то. — Как вот сейчас складываются дела здесь, в городе у нас в Волгинском Датсане? — Вы знаете, вот наша организация была создана в 99-м году, а через два года будет 20 лет. — Да, 20 лет мы включили. — Ну, это основная, то есть как бы вот нацеленность была на создание доступной среды. Мы 20 лет работаем, и я хочу сказать, что, конечно, много сделано, но проблем еще куча остается. К сожалению, есть еще недопонимание. — Со стороны кого, кстати? — Со стороны застройщиков, строителей, ну, где-то чиновников, так скажем. — Ну, сейчас, по-моему, не имеют права создавать объект без вот тех условий, которые выдвигаются, собственно, жизнью, да, выдвигаются всеми нормальными общественными организациями. Это имеют пандусы, это переезды, это специально оборудованные лифты, там, еще что-то, еще что-то. Или все-таки кто-то на это глаза закрывает? — Ну, хорошо, что вы понимаете, у нас есть кто-то закрывает глаза на это. Зачастую у нас, знаете, еще есть такой момент, пытались недавно меня обвинить в том, что мы иногда даем разрешение не строить пандус, а это действительно так и есть, в тех случаях, когда это технически невозможно сделать. Потому что нельзя строить пандус, если вот ограниченное пространство, а высота крыльца полтора метра, и чтобы сделать его нормативной, а другого его не надо делать, потому что смысла нет его делать не нормативно. Его нужно 20 метров сделать, ну, расскажите, где его разместить, да, и, ну, то есть, это нерационально, это, ну, то есть, как бы, неправильно. Подъемники устанавливать. — Ну, исключение есть из любого правила практически. — Есть, да, есть. Вот, и иногда почему-то это воспринимается, что мы кому-то делаем какие-то поблажки. Нет, мы стоим жестко, как бы, на этой позиции, да, и когда иногда есть владельцы звонят, мы при этом, то есть, мы ищем альтернативные способы. Мы не просто там разрешение дали, что нет, вы не строите, и все, да, мы разговариваем с застройщиком, как вы будете предоставлять. То есть, либо это, в основном, как правило, это по телефонным заявкам на дому обслуживание. Ну, допустим, магазинчик открывается, или аптека, вот, зачастую, потому что аптеки, многие аптеки, они именно в частных домах открываются, в смысле, в квартиры выкупают, переводят в нежилое. И сразу обговариваем, то есть, заключаем договор на обслуживание именно по телефонным заявкам на дому. У нас есть телефон, у нас есть контакт, мы приготовили даже буклет год-два года назад с распечаткой вот всех этих телефонов раздали через общественные организации инвалидов людям, чтобы они знали. Он был также на сайте администрации Курта Ландеры замещено, то есть, вот эта информация, в принципе, она в сетях интернета есть. Вот, ну, иногда звонят вот эти владельцы, говорят, а здесь у вас заключают договор, чтобы не строить пандус. Да, ну, это не очень смешно, но... Ну, вот восприятие, вот просто-напросто, начинаешь объяснять человеку, что надо сначала посмотреть вообще, что там у вас на самом деле, да, то есть, понятно, там, если, ну, на втором этаже, или вот, я уже сказала, там есть разные случаи, то есть, там, не никогда... Ну, в СНИПах, в российских, я имею в виду строительных нормах и правилах, а не санитарных, строительных, есть, да, вот эти условия, которые нужно соблюдать для того, чтобы построить, либо не строить пандус? Нет, там, смотрите, это в СНИПах однозначно как строить, СНИП, не СНИП, а СПС, вот правило на сегодняшний день, да, но есть закон, федеральный закон о социальной защите инвалидов, и там прописываются, во-первых, два подхода, это разумная адаптация, универсальный дизайн. При новом строительстве реконструкции однозначно универсальный дизайн, то есть, мы создаем все условия для того, чтобы была доступна, на то она реконструкция, да, то есть, как бы, и новое строительство. Что касается уже существующих зданий, вот здесь выступает разумный дизайн. Вот как раз мы и смотрим, то есть, понятно, что нельзя, как бы, просить что-то невозможное, да, и заставлять того же владельца огромный суд, там, и устанавливать лифт, да, то есть, это, ну, это неправильно. И в законе написано, что в случае, если невозможно, как бы, выполнить условия доступности, идется согласование минимальных потребностей людей с инвалидностью с общественными организациями. И вот как раз минимальные, мы смотрим, какие-то другие альтернативные способы оказания услуги. Это же не просто помещение открывается, а это оказание услуги. То есть, когда человек открывает какое-то офисное, да, то есть, понятно, что нам не обязательно попасть там в это здание, да, там, главное, получить эту услугу, потому что мы такие же граждане, мы имеем равные права. И вот, а каким способом? Дистанционно, альтернативно, еще каким-то способом, то есть, это уже выбор, то есть, вот, происходит. Человека? Да. Самого. Скажи, пожалуйста, очень много разговоров ходило и ходят о трудоустройстве, это такая проблема, тоже общероссийского, я так думаю, масштаба, да, об устройстве людей с ограниченными возможностями, трудоустройстве людей. Как у нас здесь решается эта проблема, решается ли она, и чем занимается человек, если вот он не может надеть себе работу, но он маломобилен. Вообще, ну, конечно, вот у нас недавно состоялось заседание, буквально после выборов, через день, у главы нашего республики, да, и как раз вопросы были по трудоустройству, потому что этот вопрос на уровне федерального поднимается. И вся проблема заключается, конечно, в том, что вот на сегодняшний день хотят повысить квоты, квотирование рабочих мест для тех организаций, которые имеют то или иное количество работников, ну, там, на 100 или на 30, там, определенная квота. Мы, конечно, за, потому что таким образом мы обязуем, так скажем, да, предприятие принимать людей с инвалидностью. Другое дело, что сами люди с инвалидностью ставят вопрос по поводу того, кого мы принимаем, потому что люди с инвалидностью, они разные. Ну, понятно, как все люди разные. Да, да, нет, я имею в виду ограничения, то есть они бывают легкие, бывают сильные, да. И в плане того, что, конечно, можно набрать третьи группы людей с инвалидностью и закрыть все квоты и сказать, что да, у нас люди трудоустроенные. А люди первой группы, которые, ну, как я, да, да, которые полностью не видят, то есть они могут оказаться не трудоустроенные. И поэтому тут нужно рассматривать немножко по-другому вопрос. Конечно, конечно. А это комплекс, это комплекс, потому что, ну, в случае даже меня, допустим, да, мне нужно, во-первых, выйти из дома элементарно. Мне нужен общественный транспорт или социальные такси и службы, которые работают. Ну, коротко говоря, к сожалению, Галь, время подходит к концу программы, да, этот вопрос решается. Решается. На уровне правительства Республики Бурятия. Ну, будем за этим следить, чтобы этот вопрос не висел в воздухе. У нас бывает тогда, надеемся, что новый руководитель все-таки не забудет в том числе и вот этих своих обещаний. Галь, я по традиции нашей программы предоставляю тебе слово, обратитесь к нашим телезрителям, пожалуйста, вот в эту камеру. Ну, что мне хотелось вот в такой осенний, наверное, такой пасмурный день, я, во-первых, сказать, что мы должны, наверное, жить с радостью, да, даря друг другу добро, даря друг другу, наверное, внимание. И, конечно, я хотела бы обратиться с тем, что давайте, наверное, ценить друг друга, помогать друг другу и делать нашу Бурятию, наш мир самим, для того, чтобы всем жилось комфортно и хорошо. — Замечательные слова. Спасибо большое, Галя. Еще раз хочу подчеркнуть, что ты замечательно выглядишь. — Спасибо. — Молодец. Очень рады мы тебя всегда видеть у нас в нашей телекомпании. Пожелать тебе дальше оставаться такой же вот человеку с безграничными возможностями, я так сказал бы, потому что ты на самом деле такая есть, такую нагрузку нести, ну, это просто сказка. Молодец. — Спасибо тебе большое. Уважаемые телезрители, напомню, что гостью программы «Открытый эфир» была руководитель Республиканской общественной организации «Общество без барьеров», члена Общественной палаты Российской Федерации Галина Горбатых и Владимир Банчуков. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.